Приветствую всех знатоков. Сегодня мы затронем темы, которые охватывают различные области знаний. Это не просто викторина, это испытание для вашего интеллекта, и возможно вы узнаете что-то новое. Кто изображен на картине Жана и Тьена Леотара Шоколадница? Собачка. Женщина. Бабочка. Прекрасная шоколадница. Наиболее известное произведение швейцарского художника XVIII века Жана и Тьена Леотара, изображающая служанку, несущую на подносе горячий шоколад. Рисунок выполнен в технике пастели на пергаменте. С этой картиной связана интересная легенда. По свидетельствам современников художника, здесь он изобразил официантку, женившую на себе князя, которому она однажды подавала в кафе шоколад. Что кладут на рельс для блокировки колес поезда? Сапог. Собо. Башмак. Тормозной башмак – приспособление для уменьшения скорости или остановки движущихся групп вагонов, отцепов и других видов подвижного состава, а также закрепление стоящего подвижного состава от самопроизвольного и несанкционированного движения. Башмаки являются инвентарем строгого учета, имеют номера и хранятся в местах определенных станций. Что в переводе на русский язык означает слово «апокалипсис»? Апокалипсис. Откровение. Покаяние. Конец света. В переводе с древнегреческого «апокалипсис» означает «откровение». У греков «апокалипсис» – это очищение человеческого сознания от навязанных идей и мыслей. Таким образом, в процессе апокалипсиса происходит перенастройка сознания массы людей, которые как бы прозревают и начинают мыслить по-другому. Ученые полагают, что апокалипсис обязательно наступит, но это будет не конец жизни, а наоборот начало новой эры просветленных и чистых людей. Какое из этих слов в переводе означает «решение народа»? Демократия. Плебисцит. Волюнтаризм. Плебисцит – это термин, служащий для определения прямого всенародного голосования по конкретному юридическому или политическому вопросу. Сам по себе термин «плебисцит» – «плебиситом» имеет латинское происхождение и буквально состоит из слияния двух слов «плебс» – «простой народ» и «ситом» – «решение», что в итоге можно трактовать как «решение народа». Помаду какого цвета использовали первые дикторы телевидения? В эпоху черно-белого телевидения в камерах часто применялись красные фильтры, из-за чего губы «Дикторш», даже если они были накрашены красной помадой, выглядели крайне бледными. Поэтому ведущим перед эфирами красили губы зеленой помадой, так их губы были ярче. Есть ли начало и конец у радуги? Да? Нет. Радуга образуется в результате преломления и отражения солнечного света в крошечных водяных каплях, которые висят в воздухе. У Земли она обрывается потому, что там мало капель или что-то заслоняет Солнце. Однако если подняться над Землей, то становятся видны нижние участки дуги. В идеальных условиях в полете можно даже увидеть радугу, как замкнутую кривую, которая окружает точку, диаметрально противоположную Солнцу. Но такие условия складываются очень редко. Где находится самая большая в мире коллекция живых растений? В Великобритании, в Грузии, в Австралии. В юго-западной части Лондона находятся Королевские ботанические сады Кью. Это комплекс ботанических садов и оранжерей площадью 121 гектар. В садах Кью находится самая большая в мире коллекция живых растений. Более 30 тысяч растений в садах, а самый большой в мире гербарий включает 7 миллионов растений. На территории садов Кью расположен ряд уникальных теплиц. Дом водяной лилии, оранжерея пальм, оранжерея умеренного климата и оранжерея принцессы Уэльской. Какая из этих птиц действительно существует? Чечевица, перловка, кускус. Чечевицы также известны под названием красные воробьи, в первую очередь из-за схожести их размеров. Взрослые особи обычно весят около 80 граммов, длина тела достигает 18 сантиметров. Они отличаются ярким мелодичным пением и характерным оперением самцов. Окрас оперения у самцов чечевиц по-царски богат. Пурпурные голова и шеи переходят в светло-розовую спинку и брюшко, крылья и хвост мягкого коричневого цвета. А вот самки и молодняк такой красотой похвастаться, увы, не могут. Все их перышки окрашены в оливковый с коричневатым оттенком цвет. Что такое свеча яблочкова? Непомокаемые спички. Ракета. Лампа. Павел Яблочков совершил настоящую революцию в сфере освещения, создав дуговую лампу, известную как свеча Яблочкова. Она состояла из двух угольных стержней, разделенных изолирующим материалом, между которыми создавалась электрическая дуга, производящая яркий свет. Это изобретение было гораздо более эффективным и экономичным по сравнению с традиционными источниками света, такими как масляные лампы или свечи. Благодаря своей яркости и экономичности, русские свечи быстро завоевали популярность во всем мире и использовались для освещения улиц, зданий и даже целых городов. Они стали символом прогресса и инноваций своего времени. Какую свадьбу отмечают после 50 лет совместной жизни? Золотую, серебряную, бриллиантовую. Золотая свадьба, 50 лет. Такой союз считается драгоценным. За 50 лет отношения партнеров стали такими же чистыми, как отполированное золото. Супруги научились видеть только хорошее, мириться с недостатками друг друга. Если за золотом должным образом ухаживать, оно никогда не утратит прекрасный внешний вид и будет долговечным. Так и брак, который просуществовал 50 лет, становится гармоничным и прочным.